Я вижу, тут немножко людей набежало. Это круто. Несмотря на то, что достаточно рано мы все делаем. Но еще давайте так. Читать минут. Я пока заполню пространство. И скажу вот что. Во-первых, админ не забудь включить запись. Уже включена, по-моему, да? Супер. Чтобы нам потом ее использовать. Во-вторых, я немножко расскажу про свою затею. Я думаю, что те, кто слушал подкаст «Догма. Неудобные разговоры о войне» слышали уже мой голос. Я делала этот подкаст о войне в Украине, России и Украины. И он выходил весной. Вышло 8 эпизодов. Были разные интервью с людьми из 8 разных стран. Все на русском языке. Где мы пытались осмыслить, каким образом работает или не работает международная, в первую очередь, анархистская солидарность. И там было, как мне кажется, очень много интересных тейков. И у меня был план взять какой-то последний бонусный эпизод. Я хотела сделать его с админкой, авторкой канала «Женщина. Жизнь. Свобода», которая давно уже очень исследует и вообще пишет о конфликте, в первую очередь, в Сирии, но в целом на Ближнем Востоке. Но не вышло у нас соединиться с ней. И так получилось, что сейчас очередная кульминация конфликта Израиля и Палестина. И мне показалось важным поговорить об этом сейчас, пока это у всех на слуху, потому что достаточно быстро начинается перетягивание канатов. Людям хочется понять, что это простое, то есть кто злой, кто добрый в этом случае, занять чью-то сторону и на всю жизнь придерживаться каких-то взглядов относительно этого конфликта. Нам всем хочется что-то категоризировать, классифицировать, сделать очень сложное простым. Вот. И я поэтому пригласила сегодня Лену, Елену Пасынкову. Вот. О ней немножко написала в описании. То есть Лена переехала уже достаточно давно когда-то в Израиль, жила долго в Израиле. При этом у нее была возможность, если захочешь потом рассказать, каким образом тебя занесло на Западный берег и каким образом ты взаимодействовала с людьми, ну, как бы оттуда, да, с Палестины, что ты знаешь об этом и почему. И сегодня я хочу тоже такой сделать дисклеймер, почему, что, как сказать, я просто когда обсуждала с некоторыми людьми идею этого стрима, мне сказали, ой, надо там эксперта какого-нибудь найти там, или надо, не знаю, представить две стороны обязательно, чтобы это какой-то был прям battle. Вот. На самом деле мне это вообще неинтересно. Если кто-то сюда пришел за каким-то таким научным осмыслением, анализом военных каких-то вещей, то этого здесь не будет. То есть это не попытка такой длительный геополитический конфликт с экспертами обсудить, да, это не попытка разобраться, что тут является и кто тут является абсолютным злом или абсолютным добром. Ну, наоборот, для меня это, в первую очередь, разговор такой, который подбрасывает скорее пищу для ума и, возможно, для кого-то говна на вентилятор, но это кто-то выберет. И поэтому будет с одним своим мнением, да, возможно, это будет не, ну, как бы ее личное мнение, да, вы можете его разделять, не разделять. Я могу быть с ним согласна или нет, посмотрим. Вот. И мы не претендуем на экспертность, но при этом, как бы, я считаю, что Лена обладает экспертизой жизни в Израиле в первую очередь, да, и на Западном берегу, и общение и с израильтянами, и с арабами, которые проживают и в Израиле, и в Палестине. И мне кажется, что как бы как раз-таки такая экспертиза именно непосредственно жизни, она чаще важнее, чем просто какие-то цифры, не знаю, статистики или анализ политики. Вот. Поэтому вот это мои дисклеймеры. Что еще хотела сказать, да, по поводу вопросов из зала. Я не знаю. У меня просто много достаточно вопросов к Лене. Я не думаю, что мы успеем. Я бы хотела, чтобы мы в часик с тобой вложились, да, у тебя там потом свои занятия какие-то. Вот. И я думаю, что у нас не хватит времени ни на какие вопросы. Плюс я посмотрела в чате, в принципе, никто вопросов не прислал после афиш. Вот. Поэтому при желании можете потом что-нибудь обсудить в чате или написать в чате какие-то вопросы. Если Лене захочется, она может потом вам письменно как-то развернуть. Вот. Наверное, можем уже начинать. Пять минут прошло. Я тогда передам слово тебе. Чуть-чуть, может быть, расширь, да, какое-то представление, которое я тебе дала. Скажи, что ты хочешь сказать о себе и... Ну да, то есть как тебя представить, как ты относишься... Ну, имеется в виду не отношение такое политическое-этическое, типа, как ты вообще относишься к этой ситуации и почему. Так. Ну, привет всем еще раз. Честно говоря, я сама не знаю, как мне себя представить, потому что я переживаю некоторый кризис идентичности в данный момент. Наверное, единственное, что я могу сказать, то, что я сейчас живу во Львове, работаю психологом, изучаю психоанализ, и, наверное, это все. Да, опыт жизни на территории Палестины у меня, получается, 9,5 лет. Из них я где-то 6,5 лет жила на территории Израиля периодически, возвращаясь на Западный берег. То есть, ну, как бы получается и там, и там. И 3 года жила именно на территории палестинской автономии. Оказалось, я там случайно. Это было в 2014 году, после очередного моего акционистского выступления в Рашкине. На этот раз это было против оккупации Крыма. И мне грозила тюрьма, она уже как бы достаточно большая. Поэтому я уехала по совету адвоката пересидеть в суды в Израиль, где у меня были друзья. Вот. Предполагалось, что это будет на 3 недели, но в результате мне дважды пришлось поменять билет, и после чего стало понятно, что вернуться домой я не могу. После этого я где-то год жила в Израиле нелегально, потому что не хотела сделать репатриацию. Я уже достаточно много чего прочитала. Уже к тому времени съездила пару раз на Западный берег, посмотрела, как там люди живут, поняла, что не хочу в этом участвовать. Но в какой-то момент пришлось сделать эту репатриацию, то есть получить гражданство. Вот. Наверное, можно сказать, что мой путь как активиста, тогда еще я могла называть себя активистом, начался с демонстрации в деревне Белин, которая находится не очень далеко от Иерусалима и Рамаллы. Это деревня, от которой разделительной стеной отрезали половину примерно, и в результате главный колодец, который обеспечивал водой всю деревню, оказался на территории израильской колонии. Они же называются незаконными поселениями. Вот. Ну, в принципе, это такой обычный путь активиста, то есть он начинается, как правило, с двух вот этих вот, либо с деревни Белин, либо с деревни на Абсалях, где примерно та же самая история. То есть раз в неделю там проходят протесты, и туда приезжают активисты и волонтеры из Европы и Америки, бывают и израильтяне. Приезжают они туда не только посмотреть и поддержать, но и на самом деле прежде всего для обеспечения безопасности, потому что до тех пор, пока там не стали появляться международные и израильские волонтеры-наблюдатели со своими камерами, там постоянно убивали местных жителей, вот. А теперь уже ограничиваются как бы в основном слезоточивым газом, шумовыми гранатами, пулями с резиновыми наконечниками, то есть вещами, которые могут серьезно ранить, но, как правило, не могут убить. Вот. Поэтому, как правило, уже никого не убивают. На том спасибо. Вот. Потом я много раз участвовала в других таких демонстрациях, ездила в Рамалу, какое-то время жила в Хевроне, жила в Вифлееме, работала в Хевроне волонтером в детском саду, учила там детей и дежурила на чекпоинтах, чтобы людей там не слишком убивали или жестко допрашивали. Вот. Через где-то два года после своего переезда я познакомилась с палестинским анархистом, за которого потом вышла замуж. И, собственно, к нему уже совсем переехала в деревню Масафариятта под Хевроном. И где-то... Ну, где-то два года я там жила. Вот. Еще около года мы жили... Последнее время... Да, последнее время, последние пару лет я жила в Хайфе. И на Западный берег ездила только как активист, то есть уже не жила там. Слушай, спасибо за такую подробную историю. У меня тут... Мы с тобой обсуждали немножко вопросы, да, и я тебе такой провокативный специально написала, потому что это такой вопрос, который, может быть, наверное, можно увидеть часто сейчас, не знаю, в Фейсбуке такой, ну, как бы и вообще то, что сейчас там Хамас, но и с копом всех палестинцев, да, представляют такими зверями, монстрами, там, какими-то вот. Ну, вот почему палестинцы такие злые, Лен? Ну, я, честно говоря, помедитировала на этот вопрос, так и не поняла, что на него ответить, потому что он такой достаточно широкий и... Ну, так он провокативный, да, но он слишком много чего провоцирует. Ну, то есть, прежде всего, хотелось бы как бы уточнить вопрос, ты кого имеешь в виду, как палестинца? Ну, да, видишь, вопрос сложно конкретизировать, потому что, я так понимаю, ты называешь палестинской землёй, да, ну, то есть всю эту территорию, да, Палестину, на которой и Израиль находится, и палестинская, как это называется сейчас, автономия, не знаю, насколько она автономна. Вот, я имею в виду палестинцев таким, тех, кого, так называют люди, которые не живут там, да, то есть типа все, кто не израильтяне, да, все, кто не в... Не с этой стороны. Слушай, да, и израильтяне, и неизраильтяне называют вообще друг друга такими словами, что хрен пойми, на самом деле, что имеется в виду. Наверное, да, следует начать с прояснения терминологии, то есть, когда я говорю, что я живу, да, в Палестине, допустим, да, вот этим... Вот девять с половиной жила на территории Палестины, я говорю о территории, вот, при этом есть территория так называемой палестинской автономии, которой автономией не является, потому что это оккупированная территория, куда постоянно входит израильская армия, где полный кавардак с точки зрения бюрократии, вот, то есть это, ну, больше похоже на тюрьму, да, и есть газа, которая является гетто в самом-самом прямом смысле этого слова. Есть совершенно разные палестинцы, живущие в Газии, на западном берегу, на территории Израиля, огромное количество палестинских беженцев живет по всему миру. В Украине сейчас, где я живу, тоже довольно много палестинцев, вот, поэтому, наверное, первое, что приходит мне на ум, когда я поставлю себе представить, что приходит на ум обывателю, который боится слова палестинцы, наверное, я начинаю думать о том, почему жители Газы присоединяются к Хамас, да, то есть почему они теплые, почему они присоединяются, да, к откровенно террористической группировке, вот. И здесь, наверное, стоит сказать о том, что, ну, опять же, да, спасибо, что сказала, что я не военный эксперт, вот, это, конечно, мало кому помогает, потому что сейчас огромное количество всяких русских либералов говорят, я не военный эксперт, я ничего не знаю, но, вот, и дальше, значит, повторяют какие-то ужасные вещи на тему того, что они на стороне цивилизации белых людей против, значит, страшных террористов, вот. Вот, я постараюсь максимально избежать такого образа, да, как бы очень не хочу за что-то топить, но мысли у меня примерно такие, да, что Газа — это гетто на 2 миллиона человек. Что означает гетто? Оно окружено стеной, колючим напряжением, там есть пара-тройка чекпоинтов. Оттуда невозможно выйти в разрешение, без разрешения Израиля, даже в Египет, с которым, как бы, сектор газа граничит, потому что Египет сотрудничает с Израилем. Израиль дает такое разрешение крайне редко. Например, прежде всего дает пожилым, сильно больным людям, чтобы они могли поехать в Иерусалим в больницу, да, чаще пожилым женщинам. Или, да, может иногда согласовать выход отдельных людей в Египет. Но это все полпроцента. В Газе находится огромное количество граждан, я, к сожалению, сейчас не помню числа, но об этом периодически пишут западные издания, западные и израильские. Там находится огромное количество граждан европейских стран и Америки, которые являются палестинцами, которые приехали, допустим, кто-то приехал похоронить отца, кто-то приехал, да, похоронить там кого-то из родственников или повидаться с кем-то, и их просто не выпускают. При том, что у них там могут быть мужья, жены и дети в той стране, да, там, допустим, в Германии гражданство, которое они имеют. Но Израиль их не выпускает. Ну, а международное сообщество это все хавает. При этом газу постоянно бомбят. Постоянно. Да, все прекрасно это знают, в том числе и израильские правые, что газу бомбят перед каждыми выборами в Израиле. После чего там каких-нибудь, не знаю, пара самодельных ведер с порохом прилетает в город, граничащий с газой. Или чуть подальше. И тогда уже Израиль производит уже как бы совершенно чудовищные бомбежки, которые называют ответными. И вот, пожалуйста, власти все более и более правые. И власти Хамас при таком раскладе тоже ничего не угрожает. Так что все остаются в плюсе. Вот. И вот сейчас, значит, израильский ультраправый премьер-министр Нетаньягу, на котором сейчас висит парочка судебных дел, как бы он в очередной раз говорит гражданские в Газе, разойдитесь, сейчас будет бомбежка или наземная операция. При этом куда разойтись, непонятно. То есть разойтись совершенно некуда. Израиль никуда их не выпустит. В том числе в Египет. Вот. Гражданских не выпустит, да. При этом мы прекрасно понимаем, что лидеры Хамас к тому времени давным-давно уже свалили по туннелям в Ливан, допустим, кто захотел. И эта история повторяется постоянно. То есть не в таком страшном виде, как это происходит сейчас, но такие истории происходят, ну, я говорю, перед каждыми выборами. А сейчас была история с довольно мощными протестами против судебной реформы, которая является совершенно фашистской. То есть она просто о том, чтобы всю власть сконцентрировать в одних, по сути, руках в Израиле, плюс повышение власти, увеличение власти религиозных, которые начинают уже всерьез, как бы по-настоящему утопить за то, чтобы был отдельный транспорт для мужчин и женщин и так далее. То есть это еще не самое страшное всего, что они предлагают. Это, кстати, уже начинается. То есть уже периодически человека могут не пустить в автобус, хотя закона такого нет, просто потому, что он, значит, не вышел гендером, потому что вот там сейчас сидят одни религиозные мужики. Вот. Против всего этого были очень мощные протесты, поэтому я очень стараюсь не скатываться в конспирологию, но, как видишь, у меня не получается. Тем более, что Моссад, ну, не мог не знать о том, что готовится это нападение. Я звучу как Лакошенко сейчас. Моссад не мог этого не знать, ну, потому что это все-таки Моссад, это, ну, как бы, ну, ни херня какая-то, да. И все равно это все произошло. Я не могу это никак объяснить. Вот. И вся эта херня происходит раз за разом, все хуже и хуже. И получается, что у жителей Газа есть, как бы, только два выбора. Либо умереть, смирившись, да, ну, просто ждать, когда тебя разбомбят, потому что тебя разбомбят. Либо присоединиться к Хамасу и умереть, постаравшись прихватить с собой кого-то еще. Большинство людей, как ты понимаешь, умирает просто в собственных домах и больницах. Вот. Но кто-то присоединяется к Хамасу. Других сил там нет. Они все, ну, практически нет. То есть они все уничтожены Хамасом. Ну, да, вот я тоже немножко пыталась почитать, да, про это, потому что, ну, когда тебе не надо, да, этого знать, ты просто этого не знаешь, там, слышишь какие-то названия, там, не знаю, Моссад, Хамас, Фаттах, там, еще что-нибудь, да. И ты такой, а, ну, понятно, пусть там сами разберутся. И да, и оказалось, что как будто бы последние выборы, на которых победил Хамас, произошли в 2006 году, если я не ошибаюсь, да, где была какая-то у них конфликт с этими Фаттх, которые были как будто чуть-чуть уже более расположены к переговорам и выступали против мирных, как это сказать, против убийства, да, типа мирных жителей в плане военных операций, вот. Но в итоге с 2006 года как будто бы не проводилось вообще ничего. И на самом деле как выиграли эти люди, да, там, учитывая то, что это, условно говоря, две воинствующие вооруженные группировки выступают на выборах, насколько они там типа демократические, остается только, остается только вопрошать, вот. Но, слушай, насколько я поняла, что на Западном берегу какая-то вообще другая власть. И если можешь, кратенько расскажи, как вообще выглядит жизнь на Западном берегу. И я так понимаю, если это не слишком, ну, то есть у Газы с Западным берегом нет прямого какого-то контакта, ну, территориального, да, и вообще какой-то обмена людьми там и прочим. И еще слышала такое мнение, что как будто бы в целом существование, ну, вот, каких-то конкретных партий или движений палестинских, вы, например, израильским властям. И поэтому, ну, как будто бы на словах популистские они говорят, что мы боремся за их уничтожение, но, с другой стороны, это как раз таки обеспечивает и существование вот этим правым, да, израильским властям, о которых ты говоришь. Так, а ты точно хочешь в час уложиться? Хорошо. Ну, не знаю, если можно покороче, если не можешь, то просто говори, значит, удалю какие-то другие вопросы. Ну, а я буду, да, говорить до тех пор, пока ты не говоришь. Хорошо. На самом деле, ФАТХ – это довольно забавная организация. Да, я начну с того, что на территории Израиля, Палестины, да, через Дефис, действовало в свое время огромное количество крупных мирных, леволиберальных или просто демократических организаций, которые выступали либо просто за права человека, либо за единое советское государство для евреев и арабов. Вот, например, израильский профсоюз Мацпен, который существовал, если я не ошибаюсь, с начала 60-х по 80-е, да, 62-го по 80-е, вот, была стилистическая партия, где состояли евреи и арабы, там в свое время все переженились. Вот, появилась она, между прочим, аж в 48-м, да, то есть с самого начала существовало. И эти все организации были довольно сильными, вот, но они все были уничтожены. Они все были уничтожены, естественно, Израилем, а не Хамасом, потому что Хамас в то время был как бы мелкой зарождающейся херней, по сравнению даже, например, с тем же Народным фронтом освобождения Палестины. Это такие маоисты, сотрудничавшие, сотрудничавшие, само собой, тогда с Совком, ну, другого как бы особо не предлагали. Вот, откуда вышла, ну, вышли практически все палестинские интеллектуалы, огромное количество очень крутых писателей, музыкантов, поэтов, художников, все вышли, в общем, из этой организации, и эта организация была уже как бы не против, допустим, похищения самолетов, которые она совершала. Вот, но опять же, это была светская организация, которая не видела особой разницы между евреями и арабами, выступала исключительно против сионизма радикального, да, и против геноцида палестинцев. Вот, что касается Фатах, почему я сказала, что это забавная организация. Фатах появился на острове уничтоженной организации освобождения Палестины, с которой, кстати, Израиль подписал соглашение в Осло, не соблюдавшиеся ни дня. Вот, и после разрушения этой организации, которая уже после того, как поняла, что, окей, Осло вообще никак не соблюдается, наверное, нужно переходить к какому-то другому виду борьбы, вот, в общем, после этого началась какая-то борьба, которая была уничтожена полностью Израилем, была уничтожена партия, и коллаборантами, бывшими в этой партии вместе с Израилем, была создана партия Фатх, которая, собственно, сейчас правит на западном берегу. Сотрудничает с властями, например, выдает им активистов, ну, то есть как, собственно, террористов, так и каких-то радикалов, так и просто социальных активистов, которые опасны для Фатха, потому что критикуют его. Вот, выдает под предлогом совместной борьбы с терроризмом. При этом другой рукой Фатах постоянно убивает израильских колонистов и ментов, и военных. Это происходит постоянно. Израиль продолжает при этом сотрудничать с Фатх, как будто бы ничего не происходит. Это безумно мило, и за этим можно наблюдать бесконечно. Вот, то есть это такая ситуация, говорящая, как бы, довольно много о том, насколько там все переплетено, вот, в политическом и социальном смысле, и насколько неверно объединять жителей Палестины и их власти, как бы в одно явление. То есть, ну, я бы, наверное, объединяла власти Израиля и палестинской автономии в какую-то одну тусовку. Вот. Так, о чем был вопрос? Да, я вспомню. Да, об этом, если есть еще что-то добавить, то говори, а то я уже к репрессиям прицепилась немножко. Ты уже к репрессиям? Да, мне есть, давай, ты спросила меня, как там жить. Да, да, да. Как живется палестинец? Ну, вот, типа, как выглядит, не знаю, день типичного палестинца, особенно, например, если он ищет работу или там вообще-то пытается выжить? Тут, опять же, нужно будет мне сейчас специфизировать и рассказать о том, кто именно, значит, там живет. Самая классная категория, да, кто хоть как-то вообще может существовать, это палестинцы с израильским паспортом. Большинство из них живет в Израиле, живет со своей семьей и на Западном берегу. Вот. Почему им классно относительно? Потому что они все-таки хоть как-то защищены законом израильским, потому что они являются израильскими гражданами. При этом, да, если израильтянин, там, левак или анархист вывешивает палестинский флаг, у него просто отнимают этот флаг, но максимум дают тумака и отпускают. Если палестинец вывешивает палестинский флаг, то его могут посадить, причем надолго, в зависимости от, там, его прошлых заслуг, да, типа, был ли он замечен в активизме или просто поднял флаг. Ну, увезут точно, да, или там, допустим, если ты, там, находишься в каком-нибудь хипстерском районе, да, где сидят, там, евреи и палестинцы все одинаковые, там, дредастые, татуированные, и мимо едет полицейская машина, вот в этот момент ты сразу понимаешь, кто араб, а кто еврей, потому что, ну, или там, взраильтянин, да, арабы немедленно выкидывают косяки, а евреи продолжают курить спокойно, вот. То есть, в общем-то, вроде как все нормально, да, они, как бы, имеют право не иметь гражданство, но, да, есть один нюанс. Вот. Дальше есть жители Восточного Иерусалима, не имеющие израильского гражданства, не имеющие вообще ни хрена, кроме какого-то свидетельства резидента, это, на самом деле, просто фельдкина грамота. Их права постоянно нарушаются, их постоянно выгоняют из домов. Что еще? Притом, что самое забавное, что они платят точно такой же налог, как и все другие жители Иерусалима, да, в том числе и израильцами. Но при этом достаточно просто пройтись немножко по Восточному Иерусалиму, чтобы понять, что, как бы, эти налоги не идут в благоустройство их районов. Вот. Там совершенно ужасное состояние школ, ужасное состояние улиц. Вот. То есть, при том, что люди сами пытаются справляться, но коммунальные службы там толком не работают. Вот. Ну и прав у этих людей довольно мало. Дальше идут жители Западного берега, имеющие гражданство Иордании. Такие есть, их довольно много. Чем им хорошо, они могут выезжать. Вот. Хотя им могут отказать, потому что, опять же, границу Западного берега и Иордании полностью прочесывает Израиль. И, ну, по сути, считают, что это израильская граница. Вот. Хотя, как бы, это не территория Израиля. Вот. Но, тем не менее, как правило, они могут выезжать, они могут путешествовать, потому что у них есть загранпаспорт. Дальше есть жители Западного берега, которые не имеют гражданства Иордании, которые имеют только этот зеленый, даже не паспорт, это как ID, да, палестинская, вот, которые не имеют гражданства Иордании, которые выезжать, как правило, никуда не могут. Вот. Если это пожилые люди или люди в браке, то они могут получить, ну, как бы стоят в браке, да, то они могут получить у Израиля право выезжать на заработки. Вот. Но в большинстве случаев, то есть практически всегда, они обязаны вечером возвращаться. Тут, наверное, стоит рассказать отдельно про чекпоинт 300, прекрасный, совершенно известный, который находится в Вифлееме. Вот. Вот. Это такой чекпоинт, через который ежедневно проходит огромное количество людей, тысячи людей. Проходят они его в чудовищной давке, периодически люди умирают. Ну, то есть можете просто набрать там в гугле чекпоинт 300 и посмотреть, как этот кошмар весь выглядит. Вот. То есть люди встают там, не знаю, кто в 3 утра, кто в 4 утра, чтобы пройти этот ужасный чекпоинт и вовремя приехать на работу. Вот. Ну, а других, да, если ты, допустим, не женат, если ты не достиг определенного возраста, то тебя просто не выпускают. Вообще никуда и никогда. Да. То есть, ну, можно сделать иногда какой-то документ, но это все ужасно сложно. И, как правило, люди выехать никуда не могут. Вот. Дальше, что касается передвижения по самому западному берегу, то, ну, там никогда ты не можешь чувствовать себя в безопасности, потому что там очень много этих самых чекпоинтов, которые окружают израильские колонии, а израильские колонии рассыпаны по всему западному берегу. Вот. И они находятся также на общих дорогах или на дорогах только для израильтян. Причем статус дорог постоянно меняется, статус чекпоинта постоянно меняется, появляются новые чекпоинты, они переносятся, передвигаются, меняют формат, закрывают проезд, открывают проезд. В общем, эта хрень меняется каждый день, и это безумно сложно. Вот. У них там есть какие-то там... Ну, у таксистов, допустим, есть какие-то групповые чаты, где они все вещи обсуждают. То есть, допустим, у меня не раз такое было, что я еду на такси, вдруг такси резко останавливается, потому что, значит, в чат написали, что израильские колонисты обстреливают дорогу, нужно срочно разворачиваться. Вот. То есть, ну, получается так, что выезжая как бы на работу или в университет из одного района в другой, даже в границах одного и того же города, ты никогда не можешь быть уверен в том, что ты доедешь вовремя и что ты вообще доедешь. Вот. Происходить может разным. То есть тебя могут пропустить, осмотрев машину, могут развернуть назад, а могут заставить тебя раздеться до гола и избить. Легко. Ну, то есть видела своими глазами. Вот. Другая опасность как бы исходит уже из колоний, потому что там живет довольно много людей идейных, да, готовых убивать и умирать за свою мечту о захвате израилем всей вот этой территории. И они действительно постоянно убивают и умирают. Многие из них вооружены, в том числе я видела вооруженных детей, это страшное дело. Отделения Кирья Тарбах в Хевионе, это было очень много. Извини, а ты сейчас говоришь про людей, которые поселенцы, или людей, которые отстаивают территории западного берега, типа, ну, как бы, арабы? Я говорю, ну, когда я говорю колонии, да, я имею в виду израильские колонии. Нелегальные поселения израиля, территории западного берега, которая не принадлежит Израилю формально и не признается международным сообществом. Вот. То есть международное сообщество рассматривает это как колонии. Вот. И там живут разные люди, кто-то туда переезжает, потому что там дешевле. Так, не слышно, как у меня собака храпит? Я надеюсь, что не слышно. Нет. Он ужасно громко храпит. Вот. И, да. И, в общем, ребята там живут достаточно радикальные, по большей части. Вот те, которые живут в Хевроне, это люди, которые... То есть это постоянная мясорубка. То есть там постоянно убивают то евреи-арабов, то арабы-евреев. Это просто бесконечно происходит. Вот. И, ну, как бы эти замечательные ребята в меня не раз тыкали автоматом, кидали мне камни в голову. То есть, ну, потому что я левачка. И как они это объясняли, потому что я левачка и драхаюсь с арабами. Вот. В общем, я заслужила камень в голову. За чистоту. За чистоту говорю. Стоянно приходят. То есть в любой момент тебе в дом может ворваться армия или менты и устроить вообще полный кавардак. Может кого-то случайно убить. В том числе случайно, да. Не то чтобы они приходят и такие, типа, я вот сейчас иду убивать ребёнка. Ну, то есть это просто это 18-летние дети, которые даже не понимают, что они находятся не на территории Израиля. Они что-то испугались. Они послушали кучу этих лекций про то, что, значит, все вокруг террористы и, значит, у них там, не знаю, пояс шахида у всех. И они просто стреляют. Вот. После этого, как правило, эти все дела не расследуются. Ну, то есть расследуются чисто как бы формально, где говорится о том, что, ну, человек мог быть террористом, поэтому правильно его убили. Вот. То есть вот так живут. Вот так примерно живут там. Я хотела зацепиться, да, немножко по поводу того, что ты уже немножко описала, да, что, типа, там, выветишь флаг, если ты... типа ок. Но мне хотелось вот немножко прояснить, правильно ли я поняла, что вот как бы иметь гражданство Израиля и быть вот кем-то вроде тебя, там, ездить бесконечно по этим чекпоинтам, не знаю, стоять там, где бросаются камнями, кого-то там отстаивать, это как будто бы типа ок. Ну, просто потому что Израиль производит впечатление такого максимально тоталитарного, тоталитарно-секьюритичного такого государства, да, где все, типа, каждого человека записали, куда он поехал и вообще кого он поддерживает. И учитывая то, что это как бы, ну, состояние такой, типа, вялотекущей войны бесконечно, то как будто бы звучит немного странно, что государство, ну, там, те же какие-то спецслужбы относятся, типа, ок, к тому, чтобы просто как бы какие-то какие-то его граждане как будто бы выступали на стороне того, кого они там рисуют врагом по всех СМИ там и прочих. Ну, что я могу тебе сказать? Видимо, мало выступаю. Как бы... Я тоже получала по голове не раз. Вот. В частности, мне в дом шабатним вечером ломился шабак. Вот. Мы тогда шутили шабак шалом. Шабак это ваш КГБ, да? Шабак это, значит, наш, уже, слава богу, не наш, я больше не там, я очень счастлива. Это, значит, их не вот этот КГБ, да. Вот. Но только как бы не такой пузатый, не такой смешной. Вот. Ну, в общем, такой же, такой же мудачливый. Но, как бы, смотри, я арийка, да, то есть я чистокровная еврейка, это тоже важно, потому что все вот эти вещи, в том числе и степень еврейства, записываются в код внутреннего паспорта израильского. Это всё видят, это всё... У тебя там какой-то процент генов прям прописан? Нет, ну, слава богу, до такого не дошло. Но, поскольку процент у меня, наверное, как бы сто как минимум, то волноваться мне нечего. Вот. Но, тем не менее, как бы довольно многих, там, да, чистокровных ушкеназов другая судьба постигла, потому что они были, наверное, более радикальными и более пассионарными, чем я. Например, есть такой Йонатан Поллок, который уже, ну, один из организаторов движения анархиста против стены, который уже, уже как бы 20 лет, он является активистом, такой потомственный активист у него, как бы, и все бабушки, дедушки тоже выступали против оккупации. Вот. Он, если я не ошибаюсь, он либо только что вышел с домашнего ареста, либо все еще находится под домашним арестом. Вот. А вот эта организация, да, как раз, может быть, чуть-чуть про нее скажи, потому что я когда-то давно, в восьмом, наверное, году встречала каких-то активистов, которые рассказывали об этом и что они активисты, но потом как-то про них очень мало слышно, и я так поняла, что все выродилось в то, что есть, вот, как ты говоришь, отдельные просто люди, которым еще, типа, не осталось, не все равно. Вот. Насколько эта деятельность вообще была эффективной и чем она закончилась, если знаешь? Ты знаешь, я не готова, наверное, говорить про эффективность. Это слишком сложный вопрос. Сейчас в организации, как таково, не спрестует, вот, но отдельные люди, которые принимали там участие, как тот же Поллок, продолжают заниматься активизмом. Кто-то из ребят живет в Ромале сейчас, кто-то живет, по-моему, в Вифлееме, если не ошибаюсь. Вот. Да, это была организация, которая выступала против политики апартеида. На самом деле, они не были анархистами, просто их когда-то кто-то из журналистов так называл, и они сказали, ок, пусть будет так. Анархистами они сами себя никогда не называли. можно сказать, что это были антиавторитарные активисты, от панкоты до интеллектуалов, да, самые разные. Вот. Они практиковали прямое действие, как правило, это уничтожение разделительного забора, пока он еще не стал бетонным. Это еще была такая сетка рабица в то время. Вот. Они периодически его перекусывали, значит, кусачками, вот, и уезжали, значит, радостно. По-своему, это круто, они там вроде бы чего-то даже добились, но при этом с другой стороны, да, ночью, да, после того, как они приехали и там раскурочили этот забор, входит армия в эту деревню, например, в Белин, да, и похищает оттуда детей. Такое было несколько раз, потому что ответственность все равно будут нести не, собственно, вот эти вот белокровые, белокровые, значит, товарищи, а, собственно, как бы, да, местные жители. Вот. При этом анархисты против стены подняли этот вопрос, да, сделали тему более известной, да, поэтому мне сложно сказать про эффективность, но они точно были пассионарами, они точно были крутыми, и они точно горели своим делом. Так что, наверное, я с ними все-таки скорее солидарна. Вот ты еще упомянула про Checkpoint 300, а я помню, хотела как раз сказать про твой канал Антифада, на котором ты постила раньше в основном музыку очень клевую, ближневосточную и вообще всякую, и там ты пиарил один раз Checkpoint 303, да, такую группу, вот, это, наверное, просто соседний, да? На самом деле это и есть Checkpoint 300, просто Checkpoint 303, это проект, это палестинский проект электронной музыки, да, очень классный, очень их люблю. Да, согласна, послушайте. 303, черт его знает, так им захотелось, но я сам веду 300, конечно. Ну вот, в общем, если пойдете туда в этот канал, там тоже можно увидеть из последних постов, там не о музыке, а такой репост был, кто-то постил по поводу отношения, типа такой, цивилизацион, короче, борьбы цивилизации и варварства, да, то, что мне очень понравилось, как там было как бы сказано о том, что, типа, вот, как будто бы варварство, это такие религиозные фанатики, там, под камерами, значит, забрызгивая кровью, отрезают голову, там, да, избивают девушек, там, и прочим, и все, там, толпы за этим смотрят, при этом запускают из дрона какую-нибудь ракету, которая влетает, там, тоже всех убивает, просто мы как бы не видим, и кровь не забрызгивает нам камеры, вот, и кажется, что это просто убили, там, да, кого-то там, кого нам назвали по телевизору, который прятался в погребе, там, под этим десятиэтажным домом или что-то такое, вот, и мне как-то запал в душу, наверное, этот текст, потому что на самом деле, да, вот, вся жестокость, которую мы увидели, и я жестокостью называю с двух сторон жестокость, но жестокость та, которая забрызгала нам камеры, на самом деле, это же не что-то новое, да, это как бы все происходит, и другое дело, что до этого это просто, как бы, не знаю, черные резали черных, ну, условно говоря, да, типа в конь Сирии, и всем было похуй, вот, потому что это варвары там между собой, типа, дерутся, да, и тоже было интересно то, что сейчас вот этот Нитаньяху, да, все время путаюсь, как его назвать, в общем, тоже говорил, что, мол, его можно назвать Crime Minister, как? Crime Minister, вместо Crime Minister, окей, круто, ну вот, значит, он говорил о том, что мы, как мир победил ИГИЛ, да, так мы сейчас победим Хамас, и вот как раз-таки там, админка, вот, канала «Женщина. Жить. Свобода» очень возмущалась как бы этим, потому что, ну, как бы никакой мир с ИГИЛом не разобрался, и миру было похуй, когда, не знаю, там, курды и сирийцы, и изиды боролись с ИГИЛом, и до сих пор эти игиловцы сидят у них там по тюрьмам тысячами, и непонятно вообще, что с ними делать, и всем до сих пор похуй на курдов и изидов, вот, и, ну, и это такое, знаешь, меня как-то это, типа, поразило, ну, и в очередной раз, да, скажем так, поразило то, что нам как людям белым, и всегда проще как будто бы в себе белого кого-то побелее выбрать, кто там более цивилизованный, и сказать, что остальные все это монстры, и вообще, как бы, посмотрите, как они себя ведут, и как так. И я просто как будто бы тоже здесь вижу очень много двойных стандартов, и сравнивая ситуацию, там, к примеру, Украины, да, и там в России войны, когда Украине, там, годами не дают какого-то оружия и говорят, даже если дадим, там, не дай бог, там, не бросьте его на территорию России, то здесь Израиль просто напрямую говорит, мы, типа, будем как бы нарушать все там вообще существующие нормы войны, ведения войны, там, и какой-то гуманизма и прочее, и будем продолжать делать, что мы делаем, и абсолютно норм поставлять оружие в этом случае для тех, кто, например, тем же украинцам, да, и вот вопрос, наверное, не знаю, если у тебя есть какой-то комментарий насчет этого, а если нет, то, может быть, ты что-то скажешь по поводу вообще, насколько логично, ну, или как бы адекватно вообще сравнивать это с войной России и Украины, почему-то все пытаются все время какие-то параллели провести. Ну, да, я начну, наверное, с цивилизации и варварства, я тоже периодически писала такие посты об этом и даже статьи. Ну, да, то есть, когда израильские активисты из организации Лаова, переводящаяся как пламя, несколько раз в неделю стоят посреди Иерусалима на центральной улице и раздают листовки о том, что если еврейская девочка потрахается с арабом, то им за это будет обувь. это, видимо, цивилизация. Когда израильские правые активисты блокируют дом, где спит палестинская семья в Восточном Иерусалиме и поджигают этот дом, сжигают семью заживо, это, видимо, цивилизация. Когда ловят палестинского подростка, вот эта обезумевшая толпа ловит палестинского подростка, связывают, сжигают его заживо, как было несколько лет назад. Это тоже, видимо, цивилизация, да, то есть, это прекрасно. Да, плюс еще насчет цивилизации постоянно, да, мы слышим такие истории, что, смотрите, у нас ЛГБТ прайд, вот, замечательный, у нас фонтанчики, у нас цветочки, у нас культура, вот, вот, а у них что? У них нет ЛГБТ прайда, у них, значит, нет фонтанчиков, у них вообще воды нету, у них нет электричества очень часто, потому что мы разбомбили им всю энергию систему, да, и всю, вообще, вообще, нахрен, всю систему, да, вот, мы разбомбили им все города, мы не позволяем им строить ничего нового, обвиняя их в том, что если мы завезем им кирпичи, то они из этих кирпичей немедленно сделают ракеты, поэтому мы не даем им электричества, вот, и посмотрите, какие они ужасные варвары, сидят без электричества, значит, целыми днями не моются, вот, в общем, совершенно отвратительные мерзкие варвары, да, в какой-то момент люди могут стать варварами, ну, то есть, я не очень понимаю как бы значение этого слова, но в какой-то момент человек может настолько охренеть, что он просто с красной переной на глазах пойдет резать всех, кто попадется у него на пути. Дело не в том, что я это оправдываю, да, то есть, мне кажется, вообще слово оправдание здесь ни о чем, то есть, это просто так работает. если вы организовываете оккупацию, то оккупация, да, придет к вам, вот, и это происходит постоянно, да, так что, да, насчет того, уместно ли сравнивать, это какой-то, на самом деле, болезненный вопрос сейчас, то есть, постоянно, ни в коем случае нельзя сравнивать Палестину с Украиной, при этом продолжают сравнивать Украину с Израилем, как будто бы вот это уже можно, это нормально. Ну, наверное, иногда можно сравнивать, иногда это неактуально, но как бы и там, и там оккупация, да, то есть, если есть какое-то явление, которое называется одним и тем же словом, наверное, есть какие-то и общие как бы характеристики этого явления, вот, так что я не очень понимаю, как можно быть иногда за оккупацию, иногда против, и люди, которые поддерживают сейчас Израиль, они говорят, там не оккупация, это спорные территории, при этом они совершенно не могут объяснить, кто спорит, с кем спорит, за что спорит, вот, просто вот, потому что Израиль называет это спорными территориями, ну, и таких эвфемизмов огромное количество в Израиле, как и, кстати, в российской пропаганде, вот. Уже у нас остается, да, там буквально 10 минут, я хотела еще поделиться такой мыслью, которая у меня возникла, на которую у меня нет ответа, но возникла. Читала тоже посты на таком канале, как Анархосолипсист, мне понравились там как бы выводы, ну, скажем так, да, ну, там нет выводов, там нет предложенных решений, скорее, такое констатация акта, что очень сложно этически, да, как бы, ну, вообще определить себя, да, внутри этого конфликта, и как будто бы за что-то выступить, за кого-то, кого-то поддержать, и часто в таких случаях, да, особенно, ну, вот, анархистам, как будто бы даже немножко проще сказать, ну, вот, а мы вот за солидарность всех трудящихся, да, типа, плохой Хамас, плохой там, типа, вот, плохой Фатах, там еще что-то, вот, давайте все трудящиеся будут солидарны, и как бы, я-то с одной стороны такой пуристкой это поддерживаю, а с другой стороны, когда, вот, мой предыдущий весь подкаст был как раз-таки о том, что, когда началась война Украины и России, и украинцы до сих пор, да, типа, ездят и пытаются рассказать о том, что это все-таки война не НАТО и России, а, как бы, имперское какое-то развитие России и захватническая война, и когда во всех там западных, ну, во многих, да, западных, а на юге так подавно, тебе рассказывают просто, что, послушайте, просто антимилитаризм, просто, как бы, просто все трудящиеся дружат, просто рабочий класс направляет винтовки в другую сторону, вот, и я к тому, что, то есть, не знаю, это не вопрос, это просто, наверное, такой крик в пустоту, да, потому что я понимаю, что как будто бы быть вот за, когда ты, особенно, когда ты не внутри, да, ты, типа, снаружи смотришь, и у тебя есть такая привилегия, да, просто, типа, абстрактно поду поговорить, вот, как я с тобой сейчас говорю, я, как бы, более абстрактно говорю, у тебя, понятно, больше, скорее всего, ну, и связки, эмоциональных каких-то вещей, как бы, и я к тому, что это такое, знаешь, не хочется пропадать в такую болезнь западного левака, который, ну, имеет возможность, типа, судить о чем-то, не будучи там, потому что, ну, и как бы, и видя за всем этим какую-то красивую просто картинку, красивое будущее, которое было бы возможно, если бы только не было властей, да, ну, как бы, к сожалению, они продолжают оставаться, вот, так что, не знаю, мой, еще один непонятно, еще непонятно, что делать с этим, и как вообще, как позицию формировать какую-то, или просто оставаться в, не знаю, в позиции наблюдателя, что ли. Да, я сейчас, на самом деле, именно в этом вопросе для себя и нахожусь, потому что совершенно понятно, что изменить ситуацию будет никак нельзя, тем более, да, там, на низовом уровне обычному активисту, что Палестина будет стерта с лица земли, да, я думаю, мы все видели эту карту, на которой зелененького становится все меньше и меньше, да, зелененькая, которая маркирует палестинские территории, вот, так что, то есть, это нужно принять, геноцид будет продолжаться до полного уничтожения, по крайней мере, как бы, поскольку в Израиле есть Иран, то, да, и есть Хизбалла, то, значит, как бы, палестинцы особо не нужны, их можно и вырезать, в общем, всех под корень, просто очень аккуратно, чтобы не было это уж совсем грубо на камеру, поэтому это происходит так долго, ну, как бы, как долго, да, 75 лет, это не так уж и много для уничтожения целого народа, вот. Что делать? Ну, не знаю, была бы я там, я бы сейчас кровь сдавала, наверное, или, не знаю, занималась бы тем же, чем я занималась всегда, то есть, ездила бы, помогала бы пастухам, да, или там, простым рабочим просто переходить, да, там, дорогу иногда, чтобы их не застрелили, вот. Ну, это такая теория малых дел, то есть, понятно, что, как бы, это не поменяет ситуацию в целом, поэтому, вот так, да, а что касается, как бы, того, чтобы вернуть оружие, там, против, значит, своих же собственных, ну, как бы, смотри, в Газье, да и вообще на западном берегу, как правило, у людей нет оружия, то есть, оружие есть у Хамас, оружие есть у Фатах, оружие может быть у МФО, да, у простых людей, как правило, оружия нет, вот, а в Израиле оружие есть у всех, практически у всех, то есть, там, как бы, практически нет нонкомбатантов, потому что абсолютно, ну, абсолютное большинство израильтян служило в армии, это считается престижно, классно и замечательно, от армии не бегают, то есть, периодически, конечно, бегают, с этим связано, в том числе, как бы, мой активизм, я помогаю людям легальным способом как бы, не пойти в армию, так что, если что, обращайтесь, вот. В армию Израиля, да, или в любые армии мира ты можешь отшептать? Нет, в армию Израиля, конечно, я же не разбираюсь в ситуации юридической абсолютно каждой страны, вот, ну, то есть, по крайней мере, юридическая ситуация некая в Израиле присутствует, то есть, это не как в России, лишь нужно просто ноги в руки и бежать. Там все-таки, как бы, закон еще какой-то действует, так что, так что, как бы, там можно избежать армии, да, легальным способом, но, как правило, люди этого не делают, люди, как бы, идут туда, идут в армию, служат на западном берегу, ты можешь увидеть, там, если ты едешь, там, по Хеврону или по Шьему, ты можешь увидеть огромное количество, значит, на всех развязках, на дороге, стоят, значит, эти несчастные детишки под плящим солнцем, там, в какой-то смешной грибной шапке, значит, и тычут автоматом просто в каждую машину с зеленым палестинским номером, вот. Периодически этих детей кто-то зарезает, ну, как бы, окей, так оно, так работает оккупация, так оно работает. Они не находятся на территории Израиля, поэтому я не могу как-то слишком сильно сострадать. Так что, ну, как бы, да, есть оккупация. Естественно, это на самом деле бородьбистский дискурс, да, вот эти вот все товарищи, которые говорят, вот, вместо того, чтобы идти там за нацистом Зеленским и, значит, международным сообществом вот этим вот страшным капиталистическим, надо, значит, тут, значит, построить заводы, вот, вернуть к жизни заводы и шахты. Ну, это прекрасно, конечно, но мы прекрасно понимаем, кто такие бородьбисты и как к ним нужно относиться. Супер, спасибо. Я думаю, что я уже там остальные свои вопросы обширно отвечала на другие и, мне кажется, запомнила достаточно многие темы важные. Вот. Мне все понравилось, было информативно. Я думаю, тем, кто нас слушал, тоже. я в комментариях к этому стриму еще оставлю там ссылки на канал, да, и Лены канал, и те каналы, которые я упоминала, если будет вам интересно почитать, на что мы ссылались. Вот. И запись из этого будет доступна также на... в подкасте Догма. Тоже ссылочку заброшу, может быть, пару дней займет загрузка. Вот. Так что здорово. Спасибо огромное, что согласилась, что поделилась опытом. А ручку? Тянь, ты хочешь ответить кому-нибудь? Может быть, это какой-то хейтер? Я не знаю заранее. Я готова послушать вопрос. Ой, слушай, тут все стали тянуть. Ну, смотри, сколько у тебя еще есть времени? Давай определимся так сначала, а потом уже будем... Времени у меня... Уже половина. Полчаса. Угу. Хорошо. У меня немного, мне к шести нужно тут сделать какое-то одно. Давай возьмем, сколько у нас тут? Две руки поднялось, да? Вот их и возьмем максимум, если они нечаянно не нажали свой этот. Так, нам тогда нужен админ, который бы разрешил. Тут вот есть такой LastSus или LastSus и Manjaro. Сейчас посмотрим, кому разрешит. Так, админ мне пишет. Manjaro может говорить. Но некоторые люди просто иногда бывают, нечаянно нажимают на микрофончике, поэтому может быть, все неправда. Manjaro, если не говоришь в течение следующего буксика, что ты нечаянно нашла. Окей. Значит, нет. И второму человеку LastSus тоже разрешили? Да, день добрый. Мне очень... Да, все. Я надеюсь, слышно хорошо? Угу. Все. Я хотел, во-первых, подметить очень интересную вещь, которую я заметил вообще во всем это конфликте. Возможно, об этом говорили уже до этого, потому что я только недавно подсоединился. О том, что весь этот конфликт, он как будто бы держится вокруг какой-то морали Железного века, вокруг каких-то вот Танаха и оправданий меча, вот этой апологии, что око за око, зуб за зуб, и нужно всех покарать. И очень интересно, что вот эта самая воровская цивилизация, что и Палестина, и Израиль, ну, в смысле, эти обе стороны конфликта, они разделяют эту мораль и карают друг друга в этом плане. И в связи с этим у меня такой вопрос. Как вы считаете, уместно ли говорить вот о каких-то таких же параллелях в российско-украинском конфликте? И как не допустить подобного, есть ли какие-то мысли, как этого можно не допустить в каком-то, например, бывшем конфликте на территории России или еще что-то, чтобы это не скатилось реально в резню всех против всех, чтобы не все руководствовались вот такой моралью бронзово-железного века, когда нужно буквально резать друг друга, и никаких других опций не существует. Очень хочется услышать мнение как раз таки вот людей, которые разбираются в анархизме и имеют свою позицию по этому поводу. Спасибо. Прикольно. Ты мне напомнил то, что я только что прочитала книгу «Человек Моисей» Фрейда, где есть такой пассаж, где Фрейд пишет о том, что Моисей в Бог, как Бог Моисея, да, он был как бы двойственным, да, то есть с одной стороны это был такой Яхве, это вот древнющий вот этот языческий Бог вулканов, а с другой стороны, да, через него говорил уже, который был поистине монотеистическим, который говорил о том, что он любит всех абсолютно, значит, как своих детей и так далее. Такой, значит, любящий, заботливый, поистине монотеистический дядя, да, такой папа, как бы. И я как раз читаю это, подумала, что Израиль это царство вот этого Бога вулканов, этого чудовищного Яхве, да, вечно голодного невротичного чудовища. Вот. Но что касается, на самом деле, твоего вопроса, я думаю, что многовато чести ты мне оказала, чтобы мне его задать. Я, честно, не знаю, как на него ответить, ну, потому что он слишком широк. Вот. И я не знаю, как можно на него ответить там двумя-тремя фразами, да, без того, чтобы там разворачивать целые дебаты. Так что... я понимаю, я просто хочу, я просто хочу, чтобы ты поделилась мыслями, если у тебя есть по этому вопросу. Никаких там расписываний, ничего, просто что ты читаешь по этому поводу. Ну, я думаю, что есть наличная данность, да, и наличная данность выглядит так, что власть существует, что власть очень часто бывает жестокой, и резня будет происходить всегда, видимо, в человеческой истории, по крайней мере, пока человек является человеком, да, пока субъекты стают субъектом. Так что для меня самой очень интересный, важный, жизненно важный вопрос, как в этой огромной, непрекращающейся резине при полном понимании того, что радикально ничего не изменишь, найти свое место. Я не знаю пока, я только думаю об этом. Я могу буквально пару слов сказать просто об истоках, да, которые я считаю, ну, как бы, с точки зрения о истоках такой, ну, вообще, вот этой всей резины, и почему она может работать, но это в первую очередь такая политика, того, что по-английски называется othering, да, это типа создание образа другого, ну, иного, то есть, и, соответственно, в каких условиях возможна вообще резня? Это когда люди по какому-то признаку объединяются психологически, ну, там, да, или, то есть у них коллективно возникает чувство, что они, каждый из нас, просто потому, что у нас наличит какой-то признак, да, например, все женщины или все украинцы, или, не знаю, все палестинцы или еще что-то, да, они находятся под угрозой, или у них есть какой-то общий враг, которого тоже очень легко как будто бы определить, ну, то есть, сказать, вот эти все такие, и, соответственно, на таких, как бы нам, как людям, да, как сказать, достаточно свойственно вот это, как бы, наверное, может быть, даже эволюционно, вот эта штука, что очень легко впадать в такое состояние и примыкать к каким-то коллективностям против других коллективностей, как только мы чувствуем себя уязвимо каким-то образом, или нам говорят, что если ты там вот это не сделаешь, ты как бы умрешь как коллективность, и мне кажется, что на этом очень хорошо играют вообще все государства, формируя патриотизм, формируя, там, не знаю, то, что ты за свое государство должен идти, но ты уже не за государство, идешь за себя, за свою каждую семью, там, за свой дом, да, вот, и мне кажется, что работа, как бы, политического активиста, несмотря на то, что она будет очень долгой, скорее всего, вековой, да, то есть, бесконечной, это работа на разрушение, вот этих видов коллективности, которые нам навязывают со стороны, может быть, религиозных всяких структур, со стороны государственных структур, и формирование других видов коллективности, потому что, как единственное место, где он может быть коллективным, это быть, не знаю, израильтяниным, или быть, к примеру, женщиной, или быть еще кем-то, то он не будет выбирать всегда эти, эти, эти группы, если у него будут другие группы, там, к примеру, он будет себя определять, как, не знаю, работник этого предприятия, который, там, 200 человек, и они могут что-то совместно решить, и вообще не участвовать в чем-то, но они будут чувствовать себя защищенным, потому что их тоже много, и они что-то вместе решили, или это могут быть какие-то, не знаю, люди, которые вообще по другим интересам, формируют, либо они живут вместе, и понимают, что, то есть, наша задача – это формировать другие виды коллективности, и скорее вот этот вот способ создавания вокруг себя врагов постоянно критически подвергать сомнению, да, то есть логично чувствовать врагом того, кто действительно нападает на тебя прямо сейчас, но нелогично чувствовать, что это любой человек, который похожий на этого человека, или который живет сосед, или который, не знаю, там, вот, то есть мне кажется, что в этом вот такие условия нужно создавать, но, к сожалению, как бы у нас, как у анархистов, достаточно слабое движение на данный момент, особенно в наших регионах, ну, это просто занимает миллионы лет для того, чтобы, ну, это как бы, я не считаю, что это неэффективно, то есть просто вопрос, насколько эффективно может работать, например, 100 анархистов, ну, возможно, они могут поговорить с 500 людьми, и изменить их мнение за свою жизнь, вот, если бы у нас было миллион, мы бы могли 5 миллионов, например, пообразовывать, попросвещать, вот, слушайте, 37 минут, я предлагаю закончить, потому что мне действительно нужно вот эти 20 минут кое-что другое поделать, и тогда уже не будем слушать второго человека, который вот в Манджаро, он там не высказался, вот, еще раз поблагодарю всех, и спасибо тоже за вопрос, мне кажется, тоже интересный был, и тогда, не знаю, до скорых встреч, может быть, когда-нибудь еще на какую-нибудь, тему сделаем стрим, если будет актуально, и еще раз, Лена, большое спасибо, что уделила время, и мне кажется, твой опыт очень богат, и реально, ну, мне всегда нравится с тобой общаться, вот, так что записывайтесь, прискликлиния, кстати, на консультации, психологические, вот, у меня все. Спасибо за приглашение и за рекламу, мне было очень интересно, это мой первый в жизни опыт подкаста, получилось довольно интересно, хочется продолжить. Здорово. хорошо, всем тогда пока и хорошего вечера. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok,